салам алейкум дорогие друзья фермеру продолжает нашу агро экспедицию по казахстану мы вновь приехали в хозяйство лаколи агро приветствую кен здравствуйте добрый день представьте пожалуйста кто кто с нами здесь это айгуль ее звать она сотрудница научно-сотрудница казахского научно-исследователь института животноводства и кормопроизводства она у нас со вчерашнего дня началось осеменение овец казахской грубошерстной породы и ее пригласили она здесь определяет подвижность качество спермы по всем показателям она определяет она сама отдельно расскажет вам как определяет как быстро делает какие подвижны какие мертвы она все было отлично очень приятная гуль еще вопрос кем будем осеменять казахскую грубошерстную казах грубошерстном у нас есть едильбая основном едильбайской породы потом бы есть под тип акробас из блютекс или которые хотим до какую-то часть взять и сварблессы этим будем осеменять вот этим кушкарами потом до основном едильбай у меня вот так вот друзья мои еще я уже успел увидеть что здесь будут исследовать сперму не микроскопами как я обычно привык это видите какой-то супер современной системой планшетом как это будет происходить айгуль нам все расскажет ну что ж пойдемте тогда работать хорошо давайте мы хотим очень блютексом мы берем спермы взять и спермы пойдет потому что мы сейчас вот этих будем осеменять это у нас казахская грубошерстка ласка грубошерстной мать и блютекс и лютекс и да что мы хотим добиться мы хотим увеличить мясные качества убрать курдюк и выход как вы знаете у текст ли выход мяса высокая до 60 процентов доходит и у них мрамор на мясо и хотим скрещивать с нашими матками темы и на самом деле это достаточно такой ответственный деликатный момент для самого барана мы неоднократно уже снимали когда ну животные действительно стесняются большого количества людей обычно такая процедура происходит тишине никто им лампочками не светит всего есть несколько человек до которые работают и баранок не привыкли а сейчас конечно для барана неестественное неестественное как бы такое количество большой народа но я думаю что все должно получиться сейчас у нас и искусственная вагина подогрета и главное поймать вовремя над барана это овца в охоте и соответственно баран должен на нее прыгать похоже получили а вот семенной материал и друзья мои и овца здесь многоразовая скажем так да которые первые забрали семейный материал его отправили отдыхать сейчас со второго барана и древаевской породы приведут и позже возьмем семя а потом мы пойдем смотреть подвижность семя и так далее мы повторюсь еще раз мы неоднократно снимали видео как это происходит и всегда у нас была проблема снять и показать как же действительно шевелятся сперматозоиды вот а сейчас это все более современный уровень просто супер мы сейчас с вами посмотрим вот у нас баран делебаевской породы если бы не курдюк я бы сказал что это романовский смотрите какая у него большая грива очень красиво смотрится баран ну реально вот по гриве и по холке похоже ну и вот по цвету похоже на романовскую но это конечно дельбаевская порода мы видим курдюк опять же баран испугался испугался большое количество народу лампочек но я думаю что он сейчас освоится и баран однажды мы снимали так дружище давай однажды мы снимали также получение семенного материала и баран и баран тогда у нас настолько застеснялся что пришлось ему ставить электро эякулятор эта процедура достаточно такая неприятная и мне youtube даже это видео постоянно банит но ограничение вернее ставить так получили да получили океан скажите пожалуйста а чем разбавляем семя и в каком процентном соотношении но обычно мы заказываем когда в этот институт заказываем берем от них покупаем разбавитель обычно разбавляем один к одному и один дум это смотря сейчас айгуль определит какая подвижность какая этот как какая качество спермы и она дает заключение вот он видели да вот сперму да 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 прекрасно вы сами знаете ли земель что обычно когда свежеполученная сменяет обычно дают 005 обычно бывает некоторые барана дают один и полтора литра кубика до кубиков дают когда свежеполучена она когда искусство мы делаем мы с одном спермы с одного барана мы можем осеменит где-то голов 20 25 именно вот эти который высокопроизводительный который высокопродуктивным которым нам надо из-за этого друзья мои ну вот сейчас прикрутили микроскопроизводительный скоп на планшет получает правильно айгуль я говорю да вот тут она расскажет вот рассказывайте пожалуйста что мы сейчас видим и где у нас находится семено это материал вот уже здесь да полученные овровец то есть спермы баранопроизводителя переносится в пробирку викиндор а он получается да он нам один кубик и она наносится маленькие вот такие чипы специально для анализатор айске это базовый чип называется сюда наносится тапля 7 целых пять десятых нитро литров спермы образца и сверху надевается закрепляется подробно чипом и это все соединяется и отправляется надевается в камеру который я показывал да вот покажите пожалуйста вот сюда да это помещает получается вот она вот надели на камеру видите да и она прикручивается сюда банализатор банализатор и тут мы получается мыть на четыре ракуса определяем средний подвижность термо мы снимаем фиксируем движение спермы и это остается у нас в базе там их и любое время мы можем посмотреть барана производителя который дал в прошлом году или в этом году сравнивать какие у него подвижности это наглядно и это то что очень удобно в полевых условиях можно поехать в хозяйство и определить это определение тест моментально и занимает две-три минуты и полный живо не айгуль они там американские да тут получается дает полностью картину подвижности спермы примерно нах можете посмотреть разные ракурсы как она двигается так и дальше она дает то что вот измеряемый концентрат дает выдает нам 1180 128 целых 81 миллионов миллилитры и подвижность 29 процентов не очень к это хорошая подвижность обычно баранопроизводители со второй садки она дает больше да да первая садка меньше подвижность меньше подвижности больше мертвых сперматозоидов во втором она уже увеличивается процесс процент подвижности здесь у нас мы уже пишем индивидуальный номер баранопроизводителя у вас такая высокотехнологичная штука а записывать все равно в тетрадку ручкой зачем это для для хозяйства и оставляется эта база заносится в общую базу в компьютере это для будущем дед фабанов то есть у вас получается общая база по 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 республике да получается или как хозяйство и она нам отправлять все данные отправляют и мы вы как храним в архиве все вот так мы первый год этим и занимаются я пригласил вот это я вороз вижу быстро и она сохраняется все охраняет дает смотрим следующий баранопроизводители которого он наш вот есть которые 79 82 покажи там вот которые утром вроде давали где-то 30 ну да вторая остатка вот 80 процентов это средняя подвижность спермы видите как они поступательными движениями обычно после обеда они бранопроизводители дают больше и подвижности больше в объеме и по качеству спермы тоже больше увеличивается супер да все все в движении так вот 80 процентов подвижности да это получается измеряемый это концентрат 480 и целых 47 80 процентов подвижно она дала у нас получается сколько на и потом я могу еще показать вот и дебаевская 72 процента подвижных и сразу же даю видосик маленький записывается и все видео файл хорошо то что вот хозяина и рабочим чтобы показать наглядно и чтобы они видели потому что микроскопе разные люди у кого у меня зрение плохой разная видимость а здесь все могут если наглядно наглядно но это даже и при продаже если нужно там когда вот мы например вчера только начали я ее пригласил на два-три дня она везде вот эти где мы сейчас лабораторию ставим же она везде проверили знаем что как сперва для соответствует сколько будем разбавлять вот все мы берем от нее как будто как наставление все эти мы уже начинаем осенять все мы знаем качество и какая продуктивность айгур скажите пожалуйста а сколько баранок мы можем осеменить вот этим кубиком кубиком спермы сколько вес мысли мы можем осменить один кубик получается где-то у вас 30 и 50 30 50 за одну садку обычно вот тоже алиси евгений обычно 0 0 5 а когда разбавляем 1 2 это тогда тут 0 1 0 1 если например баран дает 1 мы разбавили уже 20 получается если один кубик получается у него 30 мы тогда получается один баран на 1 садка получается 30 голов мы можем осменить с одной садкой а так он продуктивный баран он осеменил бы в день может быть две головы от сил 3 головы если 3 садку в день делал вот так вот а эти процессы мы увеличиваем и ускоряем поголовье быстро и непоголовье да 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 чтобы у нас туры вы такое тепло и зашел мы обычно осеменяем два раза вечером ну вы постоянно ездите знаете что именно охота длится от начала течки она длится где-то 24 ну плюс-минус где-то 30 32 часа она так длится мы может быть поймаем после обеда поймаем огуляция обычно мы здесь оставляем баран здесь будут обычно потом в утром когда тебя вам пригонять выбранный который пришли в охоту выявляете бараном также парту кида к парке кида да 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 именно пробуйте там мы каждым чем она дали где-то по 20 групп пробников они поочередно запускают их и если они в утром угонять те которые здесь где-то сутки здесь ночуют потом выгонять туда все а как чабаны запоминает этих маток которых баран метит мы обычно вот эти которые пришли вот эти как сейчас который будем осеменять мы обычно ставим метку краской здесь ну приказать разными да то есть ходит чабан увидел вот эту нет он в утром когда выборку делает он запускает баранов пробников с фартуками запускает у него соответственно два человека и темы дали студентов на подмогу они баран прыгнул мы он видит что именно эта матка неподвижном состоянии все его выбирать что это точно пришла в охоту эта матка я вот к чему мы недавно снимали в одном хозяйстве в россии в тульской области овец они ну не знаю изобрели можно наверно так сказать фартук куда там встроена специальная метка если когда баран и и кроет и ну не кроет в смысле прыгает он сразу оставляет на ней метку и в общем то есть есть такое но вот самодельное видео алексей вене она вот когда кроет вот так она почему он например на двух или на трех вот покрыл потом он устал понимаете он когда покрывает когда от себя выпускает он устает ничего не будет искать а у тех-то те которые пришли в охоту они-то останутся же пришлось его ждать 12 дней или 12-14 обычного вес бывает 14 до 19 дней вот этот половой цикл продолжать мы обычно есть которым методы да я знаю что есть метками который прыгает метку оставляю еще потом спокойно выбрали есть это такое может быть к этому тоже дойдем когда-нибудь а мы сейчас данное время хозяйство используем фартуки запускаем все знаем да смотри там утром неподвижном состоянии прыгнул неподвижно состояние выпускает в отдельный загон и потом пригоняет сюда отличие здесь моя семья отлично что вы еще тут смотрите мы то что вот нативный мы проверили то что вначале мы посмотреть как сколько баран дал нам и активность активность у нас было 29 процентов сейчас мы разбавили с видой один к одному так как у нас подвижность 20 процентов и сейчас смотрим после разбавления и сколько насколько она повысилась а после разбавления средой повысится даже повысится повышать что сейчас мы это фиксируем уже наглядно посмотрите вот вот алексей мы посмотрим да 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 это такая суета уже и сколько покажет нам сейчас скан а мы в разных да журналистом и смотрим и потом средний она выводит вам слова по себе 83 процента 83 процента и даже концентрация у нас то что увеличивает 600 635 миллионов получилось у нас 8 обычного барана до двух миллиардов сушки я думаю а как они же получились ожили да вот когда разбавлять есть там вот так когда разбавитель делает они же туда добавляют источник вечной молодости какой-то вы там добывали ну видите она наглядно да алексей меня да я вижу да было 29 стало 83 83 фантастики я думал так не бывает вот и сейчас будет осменять например айгуре скорее всего один к двум будет делать да один к двум получается третий голубь да вот он 30 голубь как раз сегодня вышло 33 сейчас еще одного возьмут и она будет достаточно после обеда опять возьмут и все осменять все вот так разбавитель обычно алексей для чего вот когда например мы завтра который поедем в другую лабораторию тут там тоже лабораторию сделали почему мы там сделали почему не здесь потому что там логистика другая рядом автары что мне не возит далеко не возит рядом наша задача быстро доставить быстро доставить именно материал но на всякий случай я тоже разбавители добавляют они для транспортировки она лучше потому что она где-то сегодня приготовили после обеда вечером приготовили на завтрашнего утра она вот посмотрели в утром 8 70 процентов показывает все здесь никаких а то обычно да когда-то мы применяли вот он никто-то не греет кто-то глаза не так видит не так настроил этот микроскоп и скажут что извиняюсь и скажут что мертвые да и микроскоп то ведь такой не даст цифру 80 процентов наглядно показывает электроника в сон полностью сразу выдаете информацию что как по порядку количество объем сколько измеряется и потом в процентах выводят и получается в нативном виде и после разбавления вы видели после разбавления как она увеличилась она я честно говоря я не ожидал я думал не должно увеличиваться каким образом они ожили мне непонятно нет там же вот эти разбавители все вот эти добавляют и ускоряет и легче двигаться и больше так дальше что идем делать все сейчас они будут сейчас будут осеменять сейчас подготовиться и сейчас чтобы мы маток не задерживали время осеменять надо давай давайте я у вас заберу микрофон спасибо вам друзья мои пишите пожалуйста в комментариях что вы думаете о таком приборе я реально это вижу первый раз и увидел за эти 10 минут мне кажется больше чем ну не 10 ладно полчаса как мы здесь находимся я увидел больше чем за 15 лет съемок животноводства я просто тоже алексей евгеньевич искал же потом когда поехал в институт и встретил айгулю посмотрел вот так вот так есть планшета мне самому было интересно мы всю жизнь тоже учили ну да да столько времени отнимает она приехала когда мы подготавливаем стекло подогрей чтобы там все это когда подготавливали кушкаров она приехала до этого когда откачку делали все мы полностью записали все там и все она где-то у нас три четыре дня по было все вес баранов производители пропустили изучили все которые уже этот их умрали честно говоря который не соответственно мы их убрали все очень приятно и гуль что есть такие специалисты как вы очень рад что в казахстане есть такие институты это просто здорово да просто здорово но мы еще с вами не прощаемся пойдемте друзья мои смотреть что будет дальше и пока парни готовят я вам расскажу одну байку наш оператор роман юрич но не тот который сейчас за камерой а другой роман юрич крылов он будучи студентом театрального института занимался осеменением овец он занимался именно тем что делают вот эти сейчас ребята студенты он подтаскивал овец для осеменения я не знаю зачем советские времена студентов театральных вузов заставляли осеменять овец на практике и что это за практика была театральных институтах друзья мои я не знаю как отличить казахскую грубошерстную от одельбаевской породы вот для меня они очень очень похожи пишите в комментариях вот с моей точки зрения это вот и дельбаевская порода как чем она отличается от казахской грубошерстной пишите вот у нас как нам надо раздвинуть матку чтобы попасть туда шприцом это это не петли сейчас по метру подальше половиком пометру сразу делать овцу краска осеменили и краской сейчас делают пометку краска с моей точки зрения неудобная вот это вот скамейка потому что я видел бревно там овце комфортнее находиться и бревно было больше лучше закреплено скажем так сейчас у нас сегодня выявили в охоте как уже говорили 33 овцы матки и сейчас сейчас их осеменят то есть поднимают курдюк работал на шейка матка должна быть открытой да она видит работ работа она идет противоток противоток и она быстрее доходит главное не забыть осеменить покрасить овцу обычно покраску после обеда после обеда 2 2 да то есть сейчас их они в отдельный отдельно загоняем отдельный загон да потому что она краска сейчас они испачкаются ребята ребята дома на сами испачкаться понятно после обеда мы же встали первым это курдюк поднять подогреть помыть вода теплая все по 0 05 до друзья мои кровь здесь которая видно это не нет того что делают искусственное осеменение просто где-то ногу по повредили он видите . да да течка да видите да слизистой она уже видно на некоторых у них идет течка как раз в одном ракурсе и течку видели и на в в как в это в 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 а в в Алексей Иванович, просто я этих ребят учу, чтобы они студенты, первокурсники, чтобы они знали, что поднимать надо. Откуда взяли студенты? Студенты у нас в Талтурганский аграрный колледж, это бывший завет техникум, эти ребята, мы с ними как партнерское соглашение, мы им помогаем, они нам помогают, обучаются здесь, проходят практику, они проходят, как сказать, отчимнение проходят, сатман как-то. Как подготовка идет, баран-производители, вот эти они на практике изучают. А потом студенты сюда пойдут работать, Волоколь-Агро? Кто-то может быть Волоколь-Агро, кто-то может быть свое родное село, они со всех уголков, как она стала, учатся. Вот один парень с нашего края, один из Талтургана. А вообще у вас принято, что, ну вот студенты учатся, вы им там платите стипендию, а потом берете к себе в хозяйстве, да? Есть, есть, есть. Это очень здорово на самом деле, потому что, как мы могли убедиться сегодня, сельское хозяйство современное, это не то, что было даже 10 лет назад. Это уже современные методы исследования, искусственное осеменение. То есть пистолет надо ввести и щелк ввели. И у нас осталась одна зафиксированная матка есть. Сейчас его. Вот, Роман, покажи, как гильотину у нас делают. Я была, давай, тут не раз. Была, давай. То есть она зафиксирована. Она, 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 там, он, гибридная. Давай ее посмотрим, потому что это важная штука, как осеменяли, уже понятно. Вот это овца, которая у нас была в качестве пробника, когда у баранов брали семенной материал. То есть вот у нас такая штука. Здесь она зафиксирована для фиксации головы, а, соответственно, здесь веревка, и она каким-то образом, вот, а, вот, крючочек, и вот так вот заматывается, держит, то есть станок для фиксации. Там была ниткингер, овцы. То есть простая штука совершенно. Здесь у нас готовится следующая группа на осеменение. Нет, они заходят, а, Сергей Евгеньевич, они запускают, вот так, вот так, запускают. Здесь, которые неосеменены, они через это выходят, и здесь собирается. И вот сюда, на улице, да? Да, вот на улице. У меня осемененных. Осемененных маток. Осемененных маток. Один баран, что ли? Ну, двадцать тридцать. Ну, двадцать тридцать тридцать. Да, да, хватает. Один баран. Вот, 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 взял. Вот. Болды, болды, болды. Все. Так, следующая партия загнана для осеменения. Тут у нас приготовлена краска, судя по всему, чтобы метить животных. Ну, здесь стоит у нас на кормлении, стоит баранок, от которых вы, посмотрите, семя брали. Именно для данной отары. Вот это вот, текселя брали, да? Да, текселя брали. Вон, идельбая брали. Сейчас, ладно, вот, вот эти все три, идельбая. Потому что вдруг выйдет, в один день выйдет 60-70, и вот семя не хватит. Не хватит, да, то есть надо. И мы остальное, дополнительное, мы осеменяем уже этими ельбаями. Здесь у них сено, литерного сена, даем фураж до полторы килограмма в сутки. Ну, да, баранов надо подкармливать во время получения. Да, и потом даем морковь, чтобы качество улучшилось, чтобы витамины были. И иногда, если смотрим, добавляем яйцо, вода сама по себе. Да, да, вот так вот, вот они барашки. И сюда же вот мы выпустили. Да, вот сюда же, которых осемененных, Алексей Евгеньевич, осемененных овцематок, мы сюда ставим. Почему ставим? Потому что, когда они видят этих баранов, возбуждаются, идет быстро, она доходит быстрее, идет, амуляция идет. Да, 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 вот так вот, друзья мои, так, отлично, что будем делать дальше? Ну, сейчас на пастбище поедем. Поехали на пастбище, друзья мои, ветер дует, но я думаю, все равно мы едем на пастбище, полетаем на квадрокоптере, посмотрим, как пасутся овцы. Эта процедура долгая, идет тут целый день, ну, не целый день, тут 33 головы сегодня. Вот, так что мы не будем дальше мешать, чтобы никого не задерживать, едем на пастбище. Друзья мои, а еще у нас есть фермерский форум в Телеграм по этой ссылке, где вы можете пообщаться с другими фермерами. Также не забывайте про наш форум на портале фермеру. А здесь и здесь вы можете посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok